Уважаемые коллеги, тема нашего сегодняшнего обсуждения и такого разговора это киберустойчивость. С вашего позволения я начну обсуждение этого вопроса, не задать такого простого вопроса, что же это такое, что же такое киберустойчивость, откуда вообще это напасть на нас свалилось, почему мы вдруг про нее заговорили и как с этой замечательной штукой быть. Обращу внимание на одну единственную вещь. Вопрос киберустойчивости на самом деле обсуждается очень серьезно. И есть отдельный документ, он носит рамочный характер, но тем не менее описывает основные подходы к обеспечению той самой киберустойчивости. И в рамках тех международных обязательств, которые есть у Российской Федерации, мы обязаны с этим документом работать и в конце текущего года обязаны либо аргументированно объяснить, почему мы считаем неправильным заниматься киберустойчивостью, или наоборот имплементировать этот рамочный документ у себя в юрисдикции Российской Федерации и что-то предложить, собственно, как действовать в этом случае. На слайде вы как бы видите, что в понимании этого документа является киберустойчивость, какое влияние она оказывает, какие критерии оценки в этом документе есть. То есть основная задача это все-таки устойчивость, прежде всего, бизнеса в условиях влияния на бизнес различных факторов, в том числе и технического характера, и факторов кибератак, факторов сбоев и всего остального прочего. Если вы присмотритесь, то как-то это очень похоже на то, что мы с вами обсуждали на прошлых конференциях. Устойчивость, атаки, взаимодействие, то есть что-то такое вот знакомое есть. Но самое главное, что эти принципы распространяются, о чем мы с вами, конечно, говорили, но не выносили это в первую очередь. Прежде всего, принципы окончательности, то есть состояние ликвидности финансовых институтов и их клиентов. И как это состояние ликвидности и принципы окончательности зависят от тех вопросов безопасности, которые мы с вами обсуждаем. Если говорить более детально об этом документе, есть четыре основных задачи, которые мы должны с вами решать. То есть это идентификация, защита, обнаружение, восстановление. Ну, кажется, все настолько знакомо, когда говорим с вами про безопасность, вот все эти замечательные домены, они у нас присутствуют. То есть, может, это и как бы ничего нового нет, но если мы с вами посмотрим чуть-чуть поглубже, то выясним, что есть некоторые отличия и есть некоторые проблемы, которые мы с вами еще не охватили. Прежде всего, кто же попадает под эту замечательную киберустойчивость? Кто будет заниматься этой киберустойчивостью и зачем нам все это нужно? Безусловно, прежде всего, это касается инфраструктуры финансового рынка и значимых ее институтов, находящихся в юрисдикции Российской Федерации. А это кто? А это, соответственно, биржи, центральный банк с ее платежной системой, НСПК, как системно значимая на рынках платежных услуг и ряд системно значимых банков. Казалось бы, вот все и больше никого не надо туда включать. На самом деле не так. Вот все эти субъекты, они работают непосредственно с вами, с уважаемыми коммерческими банками. А если мы с вами вспомним классику информационной безопасности, то самое слабое звено определяет, собственно, уровень защиты информации. Поэтому в понимании центрального банка о слабом звене, вот в этой цепочке, если мы с вами говорим целиком, могут оказаться те самые кредитные организации, которые не очень готовы к такому понятию, как киберустойчивость. Вот в понимании центрального банка сюда и должны попасть те организации, которые непосредственно взаимодействуют с теми самыми инфраструктурами, значимыми инфраструктурами, дают им определенные услуги и в том числе отчасти производители продуктов и производители некоторых услуг для кредитных организаций. Если мы с вами посмотрим, кто это такие, а это практически весь рынок, весь финансовый рынок Российской Федерации, плюс провайдеры телекоммуникационных услуг, плюс к этому некоторые производители программного обеспечения. Вот здесь хочу заметить, что взаимодействие с производителями программного обеспечения у нас уже достаточно активно с прошлого года началось и вполне по понятной теме. Перенос подписи под документом от Арма КБР в непосредственно АБС – это прежде всего взаимодействие с разработчиками программного обеспечения и объяснение им, зачем и как это делается. Хочу напомнить, что вместе с несколькими подразделениями центрального аппарата такая встреча в конце года была проведена. Они принимали участие порядка 20 разработчиков программного обеспечения. К этой встрече мы дали наше видение того, как мы собираемся реализовывать перенос подписей в Арм КБР. Просили дать некоторые замечания или предложения. К нашему удивлению, ни один из разработчиков программного обеспечения не прислал нам своих замечаний или предложений по тому плану действий, который мы им направили. Из чего мы делаем вывод, что они все готовы реализовать перенос подписей в те сроки, которые мы им озвучили. Если, уважаемые кредитные организации, вы не услышали что-то от своих разработчиков, тогда просто поинтересуйтесь, а какое мнение они высказали тогда на этой встрече. И высказали ли они вообще о возможности или невозможности имплементации криптографии непосредственно в ЭБС. Возвращаемся к теме киберустойчивости и те основные моменты, на которые мы считаем необходимым, средоточить свое внимание в ближайшее время. Прежде всего, это создание организационно-правовых условий. Об этом уже Георгий Иванович говорил. Законопроект сейчас находится у депутата. Получено на него положительное заключение правительства. В ближайшее время будет внесен. И, очевидно, мы такие полномочия в ближайшее время получим. Зачем это нужно? Затем, чтобы мы с вами сосредоточились не только на защите исключительно платежного сегмента, но и на защите все-таки целиком всей инфраструктуры кредитных организаций. Почему это очень важно? Привожу простой пример. Один из последних случаев, который был схищением денег у кредитной организации. Уважаемый работник кредитной организации получил письмо счастья, содержащее вредоносное программное обеспечение. Хотел бы заметить, что предупреждение о таком вредоносе Финцерт заранее разослал участникам информационного обмена. Так вот, в этой, уважаемой кредитной организации, это не посчитали возможным участвовать в информационном обмене. Не знаю, это их дело, но тем не менее. Там сработала обычная схема по захвату управления непосредственно инфраструктурой кредитной организации, после чего определенные технические манипуляции, и в результате деньги ушли. Хочу заметить, что инфраструктура платежная здесь не была задействована практически никак. Так, была задействована инфраструктура, совершенно не относящаяся к платежей, а относящаяся исключительно к финансовому блоку. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, и о котором опять, собственно, в своем выступлении Георгий Иванович говорил, это сформирование некого количества документов в области стандартизации с серии ГОСТ. Почему? Ну, опять же, в выступлении Георгия Ивановича это было сказано, поскольку мы хотим убрать из нормативных документов технические детали, переложить их непосредственно в ГОСТы. Но есть еще один момент, на котором я тоже хотел бы обратить внимание. У нас сейчас находится в разработке проект стандарта, точнее, рекомендация в области стандартизации по аутсорсингу, защите информации и по аутсорсингу информационной безопасности как таковой. Почему мы считаем важным этот документ дальше развивать, и, возможно, из него тоже будем в ближайшее время делать ГОСТ? Посмотрев на опыт мировой, мы обратили внимание, что проблема с обеспечением безопасности не только, скажем, волнует нас, но и волнует наших коллег за рубежом. И один из крайне интересных опытов мы обнаружили непосредственно в Сингапуре, когда коллеги сознательно развивают эту ветку, сознательно формируют требования со стороны регулятора к аутсорсингу и рассчитывают таким образом, что их влияние как регулятора будет распространяться не только на непосредственно кредитные организации, но и на те инфраструктурные организации, которые предоставляют сервисы. Если вы помните, у нас сегодня в первой дискуссии участвовал Россвязь, которая, в принципе, говорит о инфраструктурных составляющих безопасности. И если вы помните, собственно, слайд предыдущий, вот те самые поставщики услуг, которые тоже задействованы в обеспечении кибербезопасности, таким образом могут попасть в поле влияния банков и в поле влияния непосредственно Центрального банка. Ну и, безусловно, мы не можем говорить о достижении полностью киберустойчивости без усиления взаимодействия Финцерта с кредитными организациями, да и не только с кредитными организациями. В следующий момент в информационном обмене участвуют порядка 330 организаций. Ну, собственно, на сцене Финцерта там презентация крутится, вы все это можете увидеть. Цифры здесь повторять не буду. Хотел бы обратить внимание на другое, что на сегодняшний момент мы, наверное, единственная отрасль, которая в полном объеме, во-первых, сотрудничает с Госсопкой, и Финцерт рассматривается Госсопкой как не просто ведомственный сегмент, а как отраслевой сегмент. Во-вторых, вот это вот взаимодействие позволило нам предотвратить достаточно интересные атаки. Несколько раз была ситуация, когда мы от Госсопки получали элементы компрометации в различных банках, оповещали коллег в кредитных организациях, и это позволяло им сохранить деньги. То есть такое взаимодействие, оно, конечно, идет на пользу всем. И третий момент, о котором тоже хотел бы здесь обратить внимание, вот на предыдущей секции это говорилось, все время опережать, все время бежать вперед можно, но это не слишком эффективно. Все-таки тезис предупрежден вооружен, его никто не отменял, и он с исторической точки зрения показал свою справедливость. Дальше на нескольких слайдах, я не буду на них останавливаться подробно, презентация будет доступна, но смысл здесь в чем? Мы посмотрели, проанализировали, что есть по кибербезопасности, по каждому из доменов, которые есть в этом документе, что есть сейчас, и на что мы хотели бы дальше обратить внимание. Если говорить откровенно, то на сегодняшний момент в комплекте документов в области централизации есть практически все, что необходимо для того, чтобы банки обеспечивали киберустойчивость. Нет только одного, нет документов, которые объясняют, каким образом обеспечивать подход к обеспечению непрерывности бизнеса и отказа устойчивости. Да, действительно, этими моментами мы не занимались, но я не исключаю, что в ближайшее время и работа по этому направлению тоже будет усилена. Ну и если посмотрите по этой презентации, увидите, что мы все-таки большую роль уделяем формированию ГОСТов и стандартов и развитию информационного взаимодействия с Финцертом и работе самого Финцерта как такового. Что бы еще в конце хотел добавить? Вот, ну, конечно, киберустойчивость важная штука, а может она нам и не нужна вовсе, да, может это все какие-то вот слова и это такие газеты пишут о том, что там того атаковали, там того атаковали. Так вот на самом деле не так. С той поры, как мы начали регулярно вести наблюдения за ситуацией с кибератаками, мы выяснили, что, например, количество дидосатак за прошлый год увеличилось почти в два раза. Это только из того, что мы видим. Мы обратили внимание, что количество вредоносных программных обеспечений рассылок, точнее, носящих в себе элементы социальной инженерии, содержащие в себе вредоносные программные обеспечения, увеличивается практически с каждым месяцем. Их характер крайне разнообразен. Мы обратили внимание на то, что рассылки сообщений через СМС-каналы увеличиваются просто с геометрической прогрессией. У нас каждый день идет по 5-10 обращений граждан, которые только проявили сознательность. А представьте, сколько таких обращений остается просто неподанным. Ну, в силу того, что люди либо, соответственно, уже научены горким опытом, либо просто не знают, что это такое, куда обращаться. То есть вот этот вот, к сожалению, тренд на увеличение количества атак, он есть, он остается и продолжает, к сожалению, наращиваться. С другой стороны, есть хорошая новость. Хорошая новость заключается в том, что результативность таких атак, она далеко не всегда оказывается положительной. Так, например, все дидос-атаки, которые были проведены, которые мы зафиксировали в конце прошлого года и в начале этого, не принесли никаких существенных осложнений ни одной из кредитных организаций. Да, действительно, они были, да, действительно, они, может, там, доставляли какие-то неприятности, но они не носили критический характер и не нарушили ни одного сервиса. Вместе с тем, еще раз хочу обратить внимание, что на рынок таких проблем вышла новая совершенно история, когда для атак используются интернет-вещи, а для нас с вами, как для безопасников, это означает, что в один прекрасный момент масса телевизоров, которые установлены в домах у граждан, вдруг неожиданно обрушиваются на нашу сеть, и тогда мы с этим, к сожалению, сделать ничего не можем. Именно поэтому здесь, собственно, была Россвязь, именно поэтому мы надеялись на то, что здесь будет Минкомсвязь, но, к сожалению, у них не получилось приехать, но, тем не менее, вместе мы пытаемся выработать какие-то шаги. То есть это я, собственно, к чему? К тому, что киберустойчивость, как таковая, она действительно важна и нужна. Есть эта актуальность, и актуальность растет с каждым годом. Мало того, Центральный банк, модернизируя свои системы, в том числе и платежную систему, пытается заложить в ней достаточно высокую надежность, почти под пять девяток, в надежде на то, что сервис должен предоставляться в любое время, несмотря на проблемы, которые могут возникнуть. Так, коллеги, мы все-таки надеемся на то, что этот сервис будет востребован с вашей стороны, а это значит, что этот сервис должен быть с вами, у вас поддержан той же самой киберустойчивостью, кибернадежностью, о которой мы здесь с вами говорим. Ну и последнее. Поскольку я уже сказал в начале своего выступления, что у нас есть обязанность либо аргументированно ответить, почему мы не будем этим заниматься, либо, соответственно, имплементировать этот документ, ну, все-таки есть. Есть. Я вам скажу, что и после консультации с уважаемыми организациями есть такой вариант, но я думаю, что мы по нему не пойдем. Так вот, собственно, я это... К чему? Хочу сказать. На первой сессии Григорий Нашович говорил о стратегическом планировании. Возможно, это как раз тот вариант, когда действительно стратегическое планирование имеет смысл начать делать и продвигать вот эту вот идею не просто как некую еще одну проблему с безопасностью, а чтобы она стала вот той самой стратегией, по которой банковская система будет в ближайшее время жить. Спасибо большое. Коллеги. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 У karma